Спонсор данного видео интернет-магазин приманок из съедобного силикона по доступным ценам FANATIC.CLUB. Ссылка на магазин в описании под видео. Добрый рассудок, товарищи рыболовы! Сибиря ГВ 07 вновь с вами. Ну что ж, настало время рассказать вам о резине, которая лучше всего показала себя в моем сезоне 2015 по спиннингу. Думал, 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 что ж первое вам показать. Резину для щуки судака или резину для окуня. Специально провел небольшой опрос в группе ВКонтакте, где вы своим ощутимым большинством проголосовали за щуку и судака. Ну, собственно, поэтому приманки, которые у меня отработали у часов по этой рыбе, сегодня у нас и будут на экранах. Судака нынче я поймал очень мало, поэтому эти приманки все-таки больше для щуки будут. Но некоторые из них и отдельными моментами выстрелили все-таки даже по судаку, которого практически-то и не было. Ну что ж, давайте приступим к разбору каждой из них. Так, начать свой рассказ хочу вот с этой вот приманки. Это Baxi, размер 3,5 дюйма, от японского производителя резины Bait Breeze. Вот такой вот зверь, непонятной природой, что он там обозначает, фиг бы знал, у нас таких не видел. Ну, такая вот многоножка, есть у него такие вот лапки мягенькие. Ну и твистерный хвостик. Резинка стоит довольно-таки дорого. Резинка живет очень недолго, особенно в щучьей пасте, поэтому ловить на нее, ну, по крайней мере, я предпочитаю тогда, когда рыба вредничает. И приходится уже подбирать что-то такое максимально интересное для нее. Собственно, вот с этой вот задачей приманка у меня справляла в течение всего сезона. Этим она меня в какой-то степени удивила, потому что, ну, обычно я к резине отношусь плюс-минус спокойно. Особо не вникаю, айка там будет или кейтэч, грубо говоря, плюс-минус хорошо в моих руках ловится на все. Но вот данная резина меня удивила тем, что она постоянно долавливала рыбу, которая не клевала на другую резину. То есть, таких вот фактов в течение сезона, наверное, было 4 или 5. Чего только стоит поимка самой крупной щуки, размером где-то около 3,5 килограммов. Это самая крупная пойманная щука в этом году у меня с берега. И она поймана была именно вот на эту вот приманочку. Что было в тот момент, да, в принципе, все как обычно, когда я ловлю на баксе. То есть, мы пришли с отцом на берег, он обкидывал место в течение где-то минут 40, потом мы решили поменяться. Ну, как решили поменяться? Он приманку свою оторвал, пошел перевязываться. Ну, мне скучно стало, я сместился на его место, думаю, там покидать. И у меня была прицеплена именно вот эта вот бакси. У него поклевок не было, я на нее ловлю с этого места вот эту вот щуку там в районе 3,5 килограмм. Вау. Ну да ладно, это было такое первое интересное знакомство с данной приманкой. Дальше было интересно, что так же само приезжал на ту же точку, с утра ждал выход щуки. Уже приближался обед, выхода что-то нету, перебирая приманки. Почему нету, непонятно, она должна быть. Только я ставлю бакси, буквально там на 3-5 забросе происходит поклевка. Вот она щука, которую я все стоял и ждал. То есть там место, куда рыба выходит покушать и как бы ее там по часам, грубо говоря, ловишь. Но почему-то, блин, она на другие приманки не реагировала, а клюнула именно вот эту вот непонятную штуковину. В общем, у меня уже такое патологическое увлечение к этой резине, в том плане, что я в нее очень-очень верю. Ну и стараюсь, конечно, использовать тогда, когда на другие приманки, то есть у меня нету эффекта и хочется уже проверить. А вдруг все-таки клюнет на нее? Бывает, выстреливает? Ну, конечно, не всегда. И если там рыба полностью в игноре, не хочет ничего кушать или ее тупо нету, то тут нас уже и она не выручит. Вот. Ну и с плюсов, говорю, это вот очень хорошая ловистость. В этом году она у меня работала исключительно по щуке. Поймал на нее пару судачков, но они были такого размера, что про них даже говорить стыдно, поэтому не будем про них говорить. Это у меня была именно чисто щучья приманка в этом сезоне. Летит на твердую четверочку, потому что вот эта вот бахрома, она ей аэродинамики не придает. Вот. Использую ее с двойником. И также ее использовал с овсетным крючком. Вот. Но с овсетником мне ее использовать не очень нравится, потому что... Потому что сейчас покажу. Потому что этот овсетник, грубо говоря, прятать-то в ней и особо некуда. То есть, ну, если только вот так вот в тело немножко. А в бахрому не получается, она очень тонкая, он из нее быстро вываливается. То есть, овсет я использовал с той целью, чтобы, ну, приманка немножко дольше жила. Потому что на двойнике она умирает быстрее, нежели на овсетном крючке. Вот. И... Ну, плюс чуть меньше собирает клама. То есть, там дно такое более-менее чистое, где я ловлю на джиг с берега. И получается, что... Двойник, он просто иногда собирает лишнюю траву... Ну, лишние какие-нибудь там листики, какую-то мелкую травку или что-то. Но нет таких сильных зацепов. Поэтому я использую овсетник только, чтобы меньше собирать мусора. Естественно, в крепкие места на овсетном крючке эту приманку я бы не стал кидать. Потому что она, ну, очень легко срывается с крючка. И будет собирать все эти зацепы, какие есть. То есть, ну, эта приманка больше для чистых мест. Вот. А не для зацепистых. Ну, в общем-то, про нее все. Ну, это, кстати, из плюсов, да? Ну, и из минусов то, что ценник у нее нифига не гуманный. И живет приманка очень недолго. То есть, очень быстро убивается. А щука обычно с одной поклевки разносится. Потому что резина очень мягкая. Ну, тут как бы приходится искать компромисс. Мягкая, но очень уловистая. Вторая приманка, которую хочу рассказать, это твистер. Зовут которого джилт. От фирмы Pantoon 21. Это не его пачка. Не смотри, что здесь написано 2,5 дюйма. Потому что Сами твистеры Эти трехдюймовые. То есть, это просто пачка от других джилтов осталась. Я уж не помню предысторию, почему у меня эти джилты оказались в этой пачке. Ну, вот. Факт есть факт. Тут у меня на все там крючки. Вот такой вот упитанный твистер. Еще раз повторюсь. Размер этот джилта 3 дюйма. Цвет я напишу в описании. Плюс вы его увидите на экране. Я вставлю титры с названием цвета, потому что я его точно не помню. Размер 3 дюйма. Такой твистер довольно-таки плотный, но в то же время довольно мягкий. То есть, такое сочетание странное, да? Резина. Толстенькое имеет тело. Очень широкий и очень тонкий хвост. То есть, видите, какой он мягкий. Прям, ну, вообще. Прям, ну, безумно мягкий. Что касается ее живучести, то она весьма-весьма неплохая. Если рыба, конечно, не бьет в хвост и за хвост не тащит, то нормально. То есть, сам хвост именно вот в этом месте, он довольно-таки имеет такое слабенькое соединение. И иногда рыба отрывает хвост. То есть, порвать тело, ну, практически нереально. На мелкие джилты лоил очень много того же мелкого судака. И он живет очень-очень долго. Этот твистер, в принципе, тоже. То есть, несколько щук и на него подряд доставал. Ну, хвост ему, конечно, полосовали немного, но он оставался рабочим и, в принципе, лоил дальше. Вот, такой вот упитанный твистер. Ну, и почему я хочу про него рассказать? Да, потому что на одной из рыбалок, а даже не на одной, на двух рыбалках, он у меня хорошо выстреливал по щуке. По щуке с лодки. Первый раз мы ловили с другом. Это было у нас как раз где-то начало лета. Вода уже немного спала. Вот, нашли место интересное щучье. Первую рыбу поймал на другой твистер, а потом что-то поклевок не стало. И когда уже я поставил джилта, получил две щучьих поклевки, и при том щуки такие неплохие. 3-4 килограмма каждая была весом. Я уж точно их вес не вспомню. Вот, ну, сам факт, что в том месте выстрел именно он. Ну, и на одной из последующих рыбалок тоже так же с ним встали на точку. И из подлодки буквально подряд на него у меня клюнуло 3 небольших щучки. Весом где-то граммов 800, ну, может быть, с килограмм. Вот, ну, приманка однозначно рабочая. То есть, как бы давно, в принципе, про нее надо было рассказать. Очень интересный твистер. При своей, ну, скажем так, живучести на четверку, наверное, да, ценник у него весьма-весьма адекватный. То есть, ну, по крайней мере, когда я покупал последний раз эту резину в прошлом году, он был по 150 рублей за пачку. Как сейчас, не знаю. Ну, может, немножко подорожали. Ну, резина Pantone 21, она нормальная по цене. Не сказать, что там какой-то сильно дороговизна. Вот. Ну, летит, естественно, он посредственно, потому что широкий прорусящий хвост он аэродинамику у нас снижает. И это для меня чисто лодочная приманка для, ну, средней, среднего размера рыбы. То есть, ну, совсем уж на крупную щуку, наверное, его и не стоит ставить. Хотя, вполне, она может на него тоже попасться. Потому что он довольно-таки все-таки объемный, длинный, не сказать, что короткий. Вот такой вот упитанный, интересный твистерок. В этом сезоне он у меня также отличился и однозначно заслуживает места в пятерке лучших. Я его использую с двойным крючком. Вот такой вот крючок размера 3.0. Вот. С овсетником ставил, но ни одной рыбы еще не поймал, поэтому насчет эффективности его со всетом сказать не могу. То есть, меня единственное, что смущает на овсетнике довольно-таки упитанное тело. И как будет рыба засекаться тут под вопросом. Хотя, вроде, геометрически располагается на нем нормально. Вот. Ну, я нынче с ним ловил только с двойным крючком. В принципе, все хорошо. Все нравится. Кстати говоря, у этой резины внутри корпуса находится вот такое вот отверстие, специально сделанное для того, чтобы когда мы вставляли крючок, крючок у нас четко выравнивался и его цевье проходило по этому отверстию. Поэтому тогда монтаж у нас получается аккуратный. Вот видите, абсолютно ровно сидит крючок. Никуда не смещен. Ну и, собственно, твистер тоже такой весь ровненький, красивенький. Может быть, для рыбы это по большому счету и никак, но чисто эстетически это красивше, это приятнее. Третья приманка, которую я сегодня хотел вам рассказать, это вот такие вот виброхвостики от фирмы Айко. Называются они Мэджик Граб. Размер 3 дюйма или 75 миллиметров. Кстати говоря, это у меня еще из старых серий Мэджик Грабов, которые идут вот в соли и они получается у нас не плавающие. Те, которые продаются новые, они сделаны из другого материала и они ко всему прочему еще и плавают. Эти у нас никуда не плавают, но только когда мы их тянем, они могут плыть. Вот такой вот виброхвостик, резина, ну, не сказать, что прям сильно мягкая, то есть такой с средней мягкости, вот. Но, довольно-таки живучая, прочная, выдерживает достаточно много поклевок. Почему хочу про нее рассказать, ну, вот на одной из осенних рыбалок у меня она очень-очень хорошо отработала по щуке, хорошо отработала по окуню, поэтому я про нее еще буду в окуневом видео рассказывать. Вот. Ну и поймала пару судачков, что для того места, где я тогда ловил щуку, в принципе, ну, нереальная редкость. Поймать там судачка это что-то такое. Ни разу в жизни, по крайней мере, не ловил и видеть не видел, чтобы он там попадался. Данный эброхвостик весьма-весьма неплохо сработал. Может быть, дело было даже не в нем, что вот он такой весь хороший, может быть, дело было больше именно в том, что рыба тогда была активная. Вот. Но я его поставил и он мне, грубо говоря, не подвел, рыбу ловил, рыба на него клевала. Вот. А в первую очередь, я выбрал его тогда по той простой причине, что он очень здорово летит. То есть, у него маленький-маленький вот этот вот пятачочек. Вот. Сам он такой худенький, поэтому аэродинамика у него просто отличная. Дальность заброса с ним, ну, на 5 баллов однозначно. Вот. Рыбе нравилось, щука клевала, кушала его за милую душу. Вот. Попалось на него пару судачков тоже. Приятный бонус. Использовал я его тогда с двойным крючком. Вот. На овсетнике мне его использовать не приходилось. С двойным крючком, с небольшим, весьма и весьма хорошая эффективность данной приманкой. Ну, как ни странно, про нее все. То есть, грубо говоря, рыбал. Приманка одной или двух рыбалок выстрелила, половила, успокоилась. Хотя, на самом деле, я ее больше и не применял. То есть, единственный раз, когда я ее использовал тогда осенью, она меня, ну, не то, что я выручил, но она ловила рыбу. Свою функцию выполняла. Однозначно, ее можно использовать на, скажем так, основных своих рыбалках, начиная, грубо говоря, вот с подобного рода резины, потому что она стоит недорого, ее и оторвать не так жалко. Вот. Ну, и для более-менее активной рыбы игры этих приманок, ну, я думаю, предостаточно. Вот такой вот виброхвостик. Ну, сейчас они, повторюсь, плавающие и очень-очень живучие. Вот такой вот еще виброхвост. Отклеилось у него уже название. Пачка довольно-таки старая. Зовут его Лэйзи Шейкер от все той же Айко. Насколько я знаю, он снят с производства, поэтому найти его можно сейчас разве что на остатках где-то в магазинах. Вот. Но приманка однозначно зачетная. Размер, если я не ошибаюсь, у меня это самый большой. То есть, вы увидите на экранах точный размер, цвет. Вот. Я не помню, где-то, наверное, 10 или 11 сантиметров он должен быть по длине. То есть, такая вот крупная приманка. Ну, не мог я про него ничего не сказать, поскольку данный брохвост принес мне моего самого крупного судака в этом сезоне и одновременно самого крупного судака пойманного вообще. То есть, рыба весом 3 килограмма, судачок. У меня он, в принципе, ловится не часто, судак. Не судачи у нас места, а больше щучьи. Поэтому для меня это реально трофей, огромная радость. Этому даже посвящено целое видео тому дню той рыбалки. Ну, и поэтому ну, не мог я ничего про него сказать. Не мог я про него не сказать. То есть, вот этот вот виброхвост поймал самого толстого судака в сезоне, поэтому он заслужил место в топе. Больше он не поймал ничего. Но, опять же, я его больше и ни разу не использовал, потому что, ну, не было подходящего момента. Тогда я ловил с лодки, просто экспериментировал, поставил него, на него он клюнул. Хотя до этого ставил твистер довольно крупный, проигнорировал судак. И виброхвостик среднего размера тоже проигнорировал. Вот на эту хреновину он клюнул. Такой вот упитанный виброхвост. Летит он, конечно, посредственно, потому что приманка довольно-таки крупная, но для крупной приманки, наверное, все-таки не так уж посредственно, ну, более-менее нормально. Поживучесть, ничего сказать не могу, щука его на зуб не пробовала, а судак заклотил просто по самой жабре и, ну, в общем-то, приманку практически даже не поцарапал. Вот. Это, кстати, тот самый, который поймал, вот именно вот этот вот. Ну, вот все про него. Продолжаем рекламировать компанию Айка и рассказывать про их резину. Шутка. Вот такой вот червяк, тоже от Айка. Зовут его Ил, размер 3 дюйма. В принципе, понятно, откуда взят откуда взята геометрия приманки, то есть это ну, не точная копия, ну, практически полная копия от Рейнса. Есть приманка Джетейл Сатурн. Вот. Я, правда, такого размера Джетейл Сатурн не использовал, ну, а взял его, грубо говоря, от Айки. Ловит она у меня только в одном месте. Но не потому, что в других местах она не ловит, потому что я ее использую только там. На нашей незамерзающей речке, которая там является теплым стоком стец, почему-то вот этот вот червячок лучше всего сработает по местному мелкому щурью. То есть, даже было как бы такой интересный случай. Мы ловили с напарником, он уже полдня проходил, я к этому времени поимел там, наверное, пару хвостиков, пару пустых поклевок. Ну, то есть, у меня такая нормальная рыбалка шла, поклевывала, грубо говоря. У него нифига. И как только он поставил вот этого червяка, только у него был яркого желтого цвета, он тоже поймал. Почему так? Ну, видимо, местной щуке нравится именно вот такая вот геометрия приманки, и она реагирует лучше всего на нее. Не сказать, что на другие она не реагирует, просто вот на эту как-то лучше всего получалось. По итогам прошлого зимнего спиннингового сезона. Вот, в этом году со спиннингом я еще не ходил никуда. Ну, имеется ввиду с зимним спиннингом, не пробовал ловить. Ну, так как эта приманка стабильно отработала две из двух рыбалок, ну, нельзя было про нее не сказать, потому что, потому что так. Использую я ее, кстати говоря, с овсетным крючком, как вы видите, двойники там ставить нельзя, потому что очень много хлама, только овсетник. Засекаемость с овсетником прекрасная, то есть, очень аккуратненький и красивый монтаж, рыбе нравится. Резина крайне-крайне живучая, то есть, вот, она и мягкая, вот, видите, как она играет, даже при том, что половина тела занята овсетником, все равно остается свобода, вот, она крайне мягкая и живучая, то есть, щуки ее очень долго жуют, жуют, грызут, грызут, не получается у них быстро ее разгрызть. Ну что, приманки, которые лежали именно на столе, я вам показал, о них рассказал, осталась еще одна приманка, это все та же бейтбриз в баксе, но, к сожалению, у меня она закончилась, это баксе в размере не 3,5, а в размере 5 дюймов. Как-то быстро они у меня кончились, их потому что в упаковке идет очень немного, по-моему, приманок 5 всего лишь, или 6, реально, немного. Тоже здорово себя проявило, и щука на нее ловилась, две рыбалки она точно мне сделала, одну из них можно посмотреть на видео будничные щуки называется, тогда вот как раз-таки эта приманка и принесла мне одну щуку, которую я слил в районе двушки, и другую щуку в районе двушки, которую я поймал на ту резину. Она довольно, ну, она, естественно, более крупная, чем эта, была белого цвета, и очень хорошо выстрелила тогда, когда была мутная, и еще вот мутная вода, высоковатая вода, то есть было начало лета. То есть, чтобы хищнику заметить приманку, нужно было много колебаний, должна была быть высокая заметность, и та баксе подходила как нельзя кстати, потому что она вот такая вот вся многоножистая и с хвостиком твистерным, то есть создает очень много колебаний, плюс еще белого цвета, то есть тоже достаточно заметная получается. Щучью рыбалку она тут сделала, но самое запоминающееся было это рыбалка на судака. К сожалению, я тогда не взял с собой камеру, дурак, просто оставил ее в машине камеру, думаю, да какой там судак? Мне получается так, что я лазил по соседней речке, мне звонит отец, говорит, приезжай, клюет судак. Я не верю, потому что я до этого на этом месте был, нифига там не было, никаких судаков. Ну ладно, думаю, заеду к нему, посмотрю, что он там поймал, камеру оставил в машине, уж не знаю почему, наверное, потому что до этого пробродил и ничего не ловилось, как-то был, без настроения был откровенно, пришел на берег, смотрю, у него лежит судачок на полторашку, я так удивился, однозначно. Вот, ну думаю, ладно, попробую тоже, ставлю приманки, перебираю, он ловит второго, а у меня не клюет, ничего понять не могу. Он тогда использовал довольно-таки крупный твистер такого прозрачного цвета от экшн-пластик, точную модель я вам не скажу, но у них такой есть твистер, у него тело как рыбка, довольно-таки высокое, ну и хвостик твистерный. Вот, он поймал уже второго, я ничего понять не могу, почему у меня не клюет. Перебирал, прибирал приманки, натыкаюсь на бакси, вот эту вот 5-дюймовую, нету конкретно, она, которая 5 дюймов, ставлю ее, буквально с первого заброса садится судак в районе килограмма, достаю оба, дело пошло, и в итоге, в итоге за полтора часа я поймал 5 штук, 5 судаков весом от килограмма до двух, что по меркам того места, ну, я там никогда столько судака не ловил, тем более подряд и такого размера. Мелкого, да, то есть там до полукилограмма, но его тогда была тьма тьмуща, и он хоть что приел. А вот такой более-менее нормальный судак от килограмма до двух 5 штук подряд. Ну, вот реально, уже тогда я начал верить в магические свойства бейт-брисбакси, ну и тогда она дальше начала работать, более мелкая, то есть и вот 5-дюймовая. Эти два размера у меня просто, ну, грубо говоря, сделали половину нынешних рыбалок по нормальному размеру рыбе с берега. До лодки 5-дюймового бакси у меня даже не дожила, я ее так на берегу все и оставил, потому что тогда у меня судаки съели две или три приманки, вот, и еще и щуки ее добили, все. Кончилось очень быстро, то есть приманка крайне нежная, но приманка очень уловистая, иногда творит просто чудеса. Ну, видео, к сожалению, показать не могу, но фотографии я так доделал с теми судачками, и вы их, естественно, можете посмотреть, но я думаю, вы уже как раз и смотрите. Вот как-то так. Такой вот у меня топ приманок. Следующее видео посвятим обзору резины, которая лучше всего сработала по окуню. Бейт Бриз Бакси самого маленького размера там будет, но далеко не на первом месте, я скажу вам, потому что как-то вот мелкое меня не особо впечатлило. А вот размер 3,5 и 5 дюймов, это просто какой-то... Я, наверное, долго еще буду хвалить ее. Вот. На этом у меня все. Как со своим был Себя, Гоналя Семь. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok